Садыру Мамбетхаджаеву 94 года. По своей маленькой однушке ветеран Великой Отечественной войны передвигается с трудом. В силу возраста суставы побаливают, а несколько лет назад еще и зрение стало подводить. Но мужчина не привык жаловаться, говорит, доводилось и пострашнее времена переживать. Периодически наведывается ко врачам на обследование и пьет лекарства, что медики выписывают. В своей квартире он живет вместе с дочерью. Она – одна из девяти детей ветерана. Присматривает и помогает отцу справляться по дому. У меня четыре дочка, пять сыновей. Здесь в городе живут, работают три девушки, четыре мальчика. О временах Великой Отечественной войны ветеран рассказывает охотно и почти все. Скромно замалчивает лишь собственные заслуги. А ведь на фронте он пробыл больше пяти лет. Удостоен ордена Великой Отечественной войны и множества медалей. В том числе за победу над фашистской Германией. За победу над Германией, за победу над Гяполией. Мы учим траву – орден Отечественной войны. Трудности с Адыромом Бетхаджаевым настигли еще до того, как он, 17-летним юношей, попал на фронт. Вместе с родителями он жил в Джалалабадской области, в Токтагульском районе. Работал секретарем в сельсовете. Дороги из села в город тогда не было, потому вместе с односельчанами пришлось пройти немалый путь. Сначала пешком 150 километров из Токтагульского района в Ташкумыр, потом поездом в Джалалабад. Там уже его забрали в армию. Со всех районов собрали нас и подготовили эшелон. Эшелон нас до части. На дорогах стояли таджикистанские, готовили узбеки, казаки. После этого нас научили, как стрелять, обучали, а потом нас передали на Белорусский фронт, этой армии, на Третий фронт. И мы потом на фронт пошли. Сегодня ветеран признается, что там, на фронте, столько всего пришлось повидать, что и вспоминать, и рассказывать страшно. Пришлось не только сражаться на передовой, но и немецких военнопленных охранять. Трудности, говорит, всегда были. А потом смеется и добавляет, но до своих 94-х все-таки дожил, хотя и не думал. Все время сложное. Во время войны, тогда, нас три раза кормили. Вот у каждого имеется каталог в ремню, ложка свой. Подходим к столовой, нам нальют, ну, немножко только, 2-3 ложки жидкий суп и 200 грамм хлеб. И с этим питаемся утром, и в обед, и вечером. А в обед первый, второй нету, одни раз только. Это дает. Ну, что же делаем? Голодовали, но человек живет. Связь со своими однополчанами Садыр Мамбетхаджаев уже потерял, хотя практически всех помнит по именам. На той фотографии, что осталось со времен службы, мужчина показывает и своего командира, и сослуживцев, ребят из Узбекистана. После победы над гитлеровской Германией их пути разошлись. Нашего героя отправили на Дальний Восток, воевать с Японией. Потом служил пограничником, демобилизовался только в начале 50-х годов. Тот адрес, это изменились совсем. Название район, название это. А мы после, как только вернуться в 50-м году с армией, мы уже друг друга связь не имели. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны уже принимает поздравления с грядущим праздником – Днем Победы. В качестве подарка кто-то привез пенсионеру стандартный продуктовый набор – немного конфет, фруктов, овощей и круп. Материальную помощь в преддверии праздника сегодня перечислило и государство. Почтальон принесла 5000 сомов. С долей юмора и застенчивости ветеран подарки принимает и искренне благодарит за оказанное внимание. Говорит, что оно дороже денег. А еще готовится отправиться на праздничный парад в честь 73-й годовщины Великой Победы. Но сколько стоит за этой победой, доподлинно известно только им – тем, кто, не жалея своей жизни, сражался за мирное небо, под которым сегодня живут миллиарды людей. В их числе скромный и жизнерадостный многодетный отец – дедушка 32 внуков и прадедушка больше, чем 20 правнуков – Садыр Мамбетхаджаев. Продолжение следует...